Здравствуйте! В эфире «Город образования» и я, Евгения Семенова. В 32-й школе краснодарские педагоги-новаторы дали мастер-класс своим коллегам из края, представили эксклюзивные методики, удивляли соратников представители всей педагогической общественности – учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования. Краснодар – это большая инновационная площадка. Подробности прямо сейчас. Сочинить танец и исполнить его сидя, попробовать себя в роли дизайнера одежды, робототехника и автора волшебных пожеланий в печеньках. Краснодарские педагоги с легкостью включаются в игру. Фестиваль инновационных идей начался с мастер-класса Игоря Кондратенко. В прошлом году он стал лучшим воспитателем детского сада Кубани. С коллегами педагог поделился ноу-хау по социализации детей с серьёзными нарушениями в развитии. Один из путей – знакомство с разными профессиями, как в самом детском саду, так и за его пределами. Огромная работа над собой тоже была, чтобы ребёнку позволить действовать самому. Так мы побывали пожарной части. Мы были в частной пекарне, в нашей любимой библиотеке имени Маршака. Оказалось, многие наработки универсальны. Их можно использовать и в работе с обычными детьми. Мне очень понравились дизайнерские работы именно футболок, как дети сами своими руками бы разрисовывали, а может даже и с родителями на каких-то неклассных мероприятиях. Именно взаимодействие детей и родителей, и в том числе педагога. Краснодарские педагоги проводят фестиваль в седьмой раз. Причём в этом году среди участников пол края. Специалисты отмечают, за последние три года так много краснодарских учреждений образования отличились внедрением инноваций, что пора весь город признать большой экспериментальной площадкой. Прежде чем воспитать талантливого ребёнка, нужно найти талантливого педагога. А может быть вырастет этого талантливого педагога из педагога молодого, начинающего, того, который подаёт надежду, у которого есть желание развиваться, расти профессионально. Уроки идут по-новому. И используется деятельностный подход в организации урока. То есть это не традиционная структура урока, а то, что предполагает ГОС. Совершенно новые подходы. Дети действуют. Такой процесс должен повысить мотивацию детей к обучению. Фестиваль как отсчётный концерт. Возможность людей посмотреть и себя показать. Местом проведения 32-я школа стала не случайно. Наша школа в прошлом году была победителем федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Кроме этого, мы являемся краевой экспериментальной площадкой по теме индивидуализации общего образования. Совершенствование форм проектной исследовательской деятельности учащихся. В школе создали библиотеку будущего. Читательский билет электронный. База тоже. Каждое издание снабжено индивидуальным чипом. Достаточно положить стопку книг на специальную платформу, и спустя миг они зарегистрированы. Также мгновенно проходит инвентаризация. Чтобы переписать весь фонд, достаточно пары часов. Случайно унести книгу тоже не получится. В роли большого брата – защитная эрфит-система. Не зарегистрированный том, умные ворота не пропустят. Читатель, если берет книгу, ну посмотрел там, задумался, ну и думает, ну и пошел я. В данном случае он может не пройти, будет работать эрфит-система защитная. В библиотеке несколько функциональных зон. Читальный зал с планшетами, уголок релакса, где можно посидеть в тишине, и территория компьютеров, где будет удобно писать рефераты и делать презентации. Богатая электронная начинка позволяет не тратить время читателя и библиотекаря на поиск нужной книги, унылое составление формуляров и стояние в очередях. Освобождаются наши руки, головы. Мы можем больше времени уделять детям, помогать им в проектной работе, быть научными руководителями этой проектной работы, искать вместе с ними всю эту информацию. Еще и проекты можем написать. Точно так же, как и этот проект был написан, в связи с чего мы выиграли грант на миллионы рублей. Чтобы воплотить все фантазии, миллиона, конечно, не хватило. Добавили финансов в город и край. Подключились и родители шкалеров. Педагоги уверены, в таком книгохранилище с удовольствием поработает самый убежденный фанат гаджетов. В конце концов, только одна десятая всего наследия мировой культуры на сегодня оцифрована. Остальные 90% интеллектуальных сокровищ по-прежнему хранятся исключительно на бумажных носителях. Главной головной були 11-ти классников единому госэкзамену исполнилось 10 лет. Указ о том, что именно ЕГЭ становится основной формой итоговой аттестации в школе, президент Владимир Путин подписал в 2007 году. Правда, еще с 2001-го в некоторых регионах страны этот экзамен проводили в экспериментальном режиме. Документ положил начало настоящей революции в системе образования, так как кардинально изменил и процесс обучения в школах, и механизм поступления в вузы. В том числе, новшество отменило льготы для медалистов. Теперь единый госэкзамен по желанию могут сдавать и родители выпускников, чтобы реально ощутить, что происходит на испытаниях с их чадом. Такой пробник ЕГЭ по русскому языку сдал на днях мой коллега, ведущий программы «Город действующие лица» Алексей Шулипов. Ожидание и реальность от единого госэкзамена сопоставила Виктория Герус. Итак, Алексей, ты недавно сдал ЕГЭ, я ЕГЭ сдавала еще в школе. Вспоминаю свои впечатления, это было волнительно, страшно. А как ты исправился и было ли для тебя это сложно? Сложным не было, волнения не было. Почему? Потому что нет никакой ответственности. Нам даже сказали, что результаты этих ЕГЭ мы сможем узнать только по желанию. В принципе, можно было и не выяснять, какие оценки ты в результате этого ЕГЭ набрал. Но вот та атмосфера, которая была, достаточно торжественная, когда нас всех встретили, когда мы сдали телефоны, когда было такое небольшое собрание, когда нам объяснили, что будет происходить. Потом металлоискатель, потом, когда мы практически строим, шли в кабинет, где будем писать ЕГЭ. Вот здесь вполне неопределенное появилось, за счет атмосферы, которая может быть. А ты результаты свои узнал? Да, результаты я свои узнал. Мне сказали, что из всех 14 вопросов у нас было 15 заданий, то есть 14 теоретическое и небольшое сочинение нужно было написать на заданную тему. Так вот, из 14 вопросов у меня правильно было 10, соответственно, 4 я где-то запорол. А что было для тебя удивительным? Удивительным, ну, наверное, в большей степени было то, что совершенно точно нельзя воспользоваться, или достаточно сложно воспользоваться подсказками, или какими-то шпаргалками, не буду скрывать, я хотел принести, я пытался даже готовить эти шпаргалки, но то, что я нашел в интернете, мне показалось очень сложным, и это было, ну, как бы для меня было совершенно непонятным, с одной стороны. С другой стороны, я понял, что, допустим, мобильный телефон совершенно точно невозможно принести. Дальше воспользоваться шпаргалками во время сдачи ЕГЭ невозможно, потому что нам показывали видеонаблюдение, и каждый ученик, или там каждый сдающий, он виден. Дальше два преподавателя, которые все время находятся в кабинете для сдачи, они тоже следят за этим достаточно подробно. И получается, что если даже есть у тебя шпаргалка, то вот этот момент, что она у тебя есть, как ее достать, как ей незаметно воспользоваться, это очень сильно отвлекает от экзамена, и ты просто теряешь много времени, вместо того, чтобы думать над заданиями, ты очень много теряешь времени для того, чтобы как-то этой шпаргалкой воспользоваться, так что здесь я никому не советую этого делать. Надеяться только на свои знания. Да, надеяться только на свои знания. Опять же, если их получать с достаточным усердием, или, по крайней мере, с определенной целью, что их нужно получить, то вот как в моем случае, прошло больше 25 лет, когда я закончил школу, ну, какие-то знания у меня еще остались, они, как выясняется, позволили мне ответить на половину или на две трети ЕГЭ совершенно спокойно. Хороший результат, спасибо. ЕГЭ по истории может стать обязательным уже в 2020 году. Об этом заявила глава Министерства образования и науки Ольга Васильева в интервью ТАСС на просторах Российского инвестиционного форума в Сочи. По словам министра, историю в нашей стране сдавали всегда. Этот же экзамен также является обязательным в большинстве стран мира. Доктор исторических наук, первая в истории России женщина-министр образования, Ольга Васильева считает, что новшество должно способствовать развитию патриотизма. При этом почти все регионы начнут изучать историю России по новым учебникам уже в следующем учебном году. Историко-культурный стандарт для будущих школьных пособий был подготовлен в 2013-м на базе Института русской истории. Тем временем по России шагает пионерия формата 2.0. Полтора года назад президент Владимир Путин объявил о создании Российского движения школьников – РДШ. Новая общественная организация, как записано в ее уставе, призвана способствовать совершенствованию государственной политики в области воспитания молодежи. Иными словами, деятельность РДШ сосредоточена на всестороннем развитии и воспитании школьников. В концепции несколько направлений работы. От гражданской активности через личностное развитие к медийной сфере, то есть школьным СМИ. Что нам, как вы понимаете, особенно интересно. Что характерно, первый съезд организации состоялся в Москве 19 мая. Если кто помнит, это день рождения пионерии, которой в этом году исполнилось бы 95 лет. А на днях в Краснодаре подвели первые итоги работы нового детского движения в нашем городе – РДШ. Специалисты утверждают, что очень важно удивлять детей, тогда им всегда будет интересно. Когда дети понимают, что они участвуют в глобальном, большом, общем деле вместе со взрослыми, я думаю, что вот этот дух патриотизма поднимается и нужность становится на первое место. Краснодарская школа номер 5 представила свой опыт в организации клубов по интересам для детей и подростков. Их здесь более 15. Юные волонтеры помогают приюту для животных. Вместе с родителями они сшили для кошек и собак под стилки. А старшеклассники из клуба путешественников рассказывают младшим о просторах родной страны. Лидеры медийного направления издают газеты, а в 64-м лицее даже научный журнал. В восьмой школе упор сделан на патриотику. Ученики предложили присвоить почетное звание «Молодое имя Кубани» знаменитому паралимпийцу Владимиру Кривули. Продолжим программу вместе с гостем. Сегодня в нашей студии заместитель директора по воспитательной работе Департамента образования Краснодара Евгения Шкута. Здравствуйте, Евгения Александровна. И первый вопрос к вам будет относительно только что увиденного. То есть в нашем городе внедряют стратегию российского движения школьников, сокращенно РДШ. Так вот, в краснодарских школах и раньше ребят направляли на общественно полезные дела, будь то экология, волонтерство, в духе патриотизма. Что теперь изменится или, быть может, уже изменилось после того, как ученикам повязали форменные галстуки? Да, я соглашусь с вами, что мы работали в разных направлениях в школах и до этого. Так вот, целью именно российского движения школьников обобщить весь тот опыт работы, накопленный в школах, и, скажем так, взять это все под одно большое крыло под названием «Российское движение школьников». Кстати сказать, сейчас есть задание придумать название этому движению, чтобы оно имело конкретно… Не просто аббревиатуру, а что-то более такое смысловое. Объявлен конкурс, и вот в городе Краснодаре есть четыре пилотных школы, которые работают и внедряют этот проект, сейчас опробируют. Так вот, ребята, которые являются участниками этого движения, выдвигают и номинируют название этого движения. Цель всего этого общего дела – структурировать и объединить все те направления, которые были у нас в образовательных организациях, и выделить их по четырем направлениям. Структурировать вот этот опыт работы, имеется в виду опыт локальный, вот, например, города Краснодара, или там чуть пошире региона, или это в масштабах всей страны? Это в масштабах всей страны, потому что, как правило, концепция одна общая у всех. Единственное, что вот наш край отличает наличием казачества, казачьего образования. У нас есть школы, классы, группы казачьей направленности. Это важно, это нужно, это значимо для нашего края. То есть это объединение на уровне России, но тогда хочется понять, кто опытнее в каком-то направлении, как обмен опытом этим вообще происходит? Ну, по задумке, работа этого объединения, и человек, который должен руководить вот в конкретно школе этими детьми, да, вести за собой это движение, это педагог, который раньше назывался старшим вожатым. Вот задумка такая, что старший вожатый, как раньше, в пионерии поведет за собой детей и будет как бы вместе с ними работать по каждому направлению. Вот школы, которые сегодня опробируют это, они выбирают свою модель по-разному, и будут потом делиться с нами опытом, как у них получилось, как они движутся, плюсы, минусы, что нужно поменять, что нужно изменить и так далее. Вы сказали, что это движение зародилось в 15-м, а на дворе уже 17-й, и только сейчас началась активная работа, в частности, в нашем городе. Почему такой промежуток времени? В сентябре 16-го года на линейках, посвященных первому звонку, как раз и произошло вступление, скажем так, школ Краснодарского края в это движение. Сейчас это движение имеет региональное отделение в каждом регионе. И вот у нас в Краснодарском крае есть региональное отделение. Кстати сказать, руководитель этого объединения регионального является, руководителем является педагог 72-й гимназии, Коминова Евгения Владимировна. Она как раз таки и опробирует это с ребятами 72-й школы, работает в тесном контакте. Хорошо, будем следить за процессом и рассказывать все самое интересное. Вот к слову о патриотизме. Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа – это вообще неотъемлемая часть образовательного процесса, по крайней мере, в нашем городе. И традиционно она усиливается в январе-феврале, то есть в течение месяца вплоть до наступления Дня защитника Отечества. И вот в связи с этим вопрос. Как вы оцениваете результат проделанной работы на сегодняшний день, вот этого месяца, на мартовский этот день? Вы знаете, это очень значимый этап. Это, как правильно вы сказали, работа массовая происходит именно в этот период. Но если говорить в целом, то каждое образовательное учреждение работу эту продолжает и в течение года. Сейчас начнется подготовка к празднованию 9 мая. И точно так же ребята будут участвовать и ветеранов, и организовываться в школу будут различные мероприятия, линейки торжественные, вахты памяти и так далее. Но именно в этот месячник охват, скажем так, всеобщий детей, которые вовлечены в эту деятельность, он увеличивается. Вот если говорить о прошедшем месячнике, то охват составил более миллиона учащихся, которые непосредственно были вовлечены в деятельность, в работу в рамках этого месячника. Это очень массовая такая, полномасштабная акция, работа, которой мы в этом году просто гордимся. Мы вот сейчас готовим документы на участие в конкурсе и надеемся, что эту работу оценят. Скажите, вовлекаются ли в эти события, в эти дела дети с ограниченными возможностями? Да, конечно. Особые дети, как мы их называем, они являются сейчас у нас участниками образовательного процесса на равных правах вместе со всеми. Мы стремимся к тому, чтобы создать этим ребятам равные условия, равные возможности, я бы даже так сказала. В последнее время много говорится об инклюзивном образовании, о том, что нужна активная интеграция особенных детей с абсолютным большинством. И общество постепенно отказывается и от спецшкол, и от коррекционных групп в детских садах. Что в этом отношении сегодня происходит в нашем городе? Вы знаете, коррекционная сеть нашего города состоит из восьми государственных образовательных учреждений именно коррекционной направленности. Но вместе с тем и в школах города Краснодара во многих есть классы специальные коррекционные, в которых обучаются дети именно по заключению комиссии психолога-медико-педагогической, которая дает заключение, какой маршрут должен был быть ребенку определен, по какому маршруту двигаться, индивидуальный план учебный разрабатывается и так далее. Но это когда серьезные есть отклонения, серьезные есть рекомендации врачей. Когда есть небольшие физические отклонения и дети с особыми возможностями здоровья, они как бы обучаются у нас в массе, в общей массе, в обычных общеобразовательных классах. Новое для Краснодара направление – это работа с детьми-аутистами. В прошлой программе показывали сюжеты о таких детях. Каков план, какова стратегия? В департаменте образования разработан план работы. По данному направлению у нас есть опыт, у нас есть детско-образовательное учреждение «Детский сад номер 214-й», в котором уже порядка 50 детей с нарушением аутистического спектра занимаются. Им созданы условия определенные, и вообще эта работа сейчас действительно очень актуальна. В ней помогают как партнеры и не государственные образовательные объединения организации, в том числе финансирование, в том числе методическая и психологическая помощь родителям таких детей, которые объединяют, которым помогают, которым предоставляется возможность для общения как родителям, так и детям таким. Поэтому да, в городе Краснодаре эта работа проходит планомерно по согласно плану, который есть. Про этот план, к чему стремимся, то есть какие сроки, к каким результатам мы должны прийти? Ну, о результатах сказать сложно, потому что… Ну, чего добиваемся, чего в конечном итоге мы хотим вот всей этой работой достичь? Ну, основная цель, конечно, это дать им возможности быть социализованными гражданами такими же, как и все, с равными возможностями. Я вас благодарю за то, что нашли время прийти к нам в студию и ответить на вопросы. Спасибо большое. До свидания. В двух краснодарских учебных заведениях год экологии объявлен бессрочным. Воспитанники 96-й и 33-й школ борются с пластиковыми пакетами и отработанными батарейками. Как именно, расскажет Виктория Герус. Школьники спасают планету. Иглая нитки – инструмент, шьют тканевые сумки, потому что уверены пластиковым пакетом, которые разлагаются почти 500 лет, не место на нашей земле. И предлагают экологически чистый материал. Материал недорогой. В основе лен, ну, где-то порядка 220 рублей метр. И получается у нас метра 4 сумки. За несколько месяцев ученики смогли сделать около 500 сумок на деньги, вырученные от сдачи макулатуры. А чтобы серо-коричневая авоська не смотрелась скучно и однотипно, школьники добавили красок. Яркие цветы, вененция, смешные животные – любую свою фантазию переводят на бумагу. Точнее, на материал. Сможешь мне помочь? Каким цветом сделать? Мне кажется, вот в середине немножко посветлее, а вот ближе к краям потемнее. Сумку можно стирать, рисунок не сотрется, а специальные тканевые краски не поблекнут. К новой холщовой моде ученики приобщают и своих родителей. Но, похоже, огорчаются школьницы, полиэтиленовый стиль им как-то ближе. Ну, они иногда говорят хорошо, иногда им просто хочется сами, они с собой не обладают, хочется им просто взять простой пакет. А зря. Скорее всего, им неизвестно, что по оценкам специалистов, один пакет используется всего лишь около 20 минут. А за год тонны пластика в буквальном смысле убивают миллион птиц и 100 тысяч морских обитателей. Более 40 стран мира уже отказались от полиэтиленовых кульков. В магазинах они используют бумажные или тканевые. Эту идею продвигают и ученики 96-й Краснодарской школы. Экопатруль в торговых центрах проводит акции. Дети просят взрослых поменять их пакеты для покупок на тканевую сумку. Школьники также просвещают и ровесников, объясняют значение коллайблов на упаковках. Также мы с вами видим знак, который называется бокал-вилка. Этот знак обозначает, что данная упаковка не токсична, и ее можно утилизировать. А токсичные отходы – это градусники, ртуть, содержащие лампы, батарейки. Кстати, недавно ученики 33-й гимназии за несколько дней собрали 14 килограммов отработанных батареек. Это еще одна акция краснодарских школьников. Наполненные коробки работники, утилизирующие компания, печатывают и отводят в пункт сортировки. Он находится в Абинском районе. На предприятии батарейки пересыпают в Тарум. Ее отправляют в Екатеринбург. Там находится единственная в России компания, у которой есть лицензия на переработку батареек. А в нашем крае очищают от токсичных веществ люминесцентные лампы. За год более 6 миллионов штук. Установка разделяет лампу на стекло, металл и токсичный люминофор. Вот посмотрите, после переработки стекло становится идеально чистым. Люминоформа здесь и грамма нету. После разделения люминофор особым образом консервируется и передается в специализированные организации, которые в дальнейшем выгоняют из него ртуть. Но есть и более простой путь. На этой маленькой установке весь процесс происходит мгновенно. Эта установка работает вручную. Одеваем лампочку на приспособление, обмакиваем в демеркуризационный раствор, засовываем в установку. Прежде чем засовывать в установку, мы включаем капельницу подачи демеркуризации и включаем установку. На выходе также остается стекло, пластик, микросхемы, которые пойдут на комплектующие. У вторсырья начинается вторая жизнь. Это, кстати, тоже хороший повод сдавать опасные лампы на переработку. В ближайшее время в Краснодаре появятся вот такие специальные антивандальные контейнеры для первичного сбора опасных отходов. Сюда можно будет принести использованные батарейки, ртуть, содержащие лампы и градусники. Первый такой пункт появится в районе Чистяковской рощи. Ну а пока, как показывает практика, краснодарцы предпочитают выбрасывать мусор по старинке в одно ведро, забывая, что пары от токсичных отходов попадают в организм человека, в том числе и через воздух. Уровень его загрязнения в Краснодаре отслеживают несколько автоматизированных постов. Такие есть практически в каждом городском районе. Маленький неприметный домик на самом деле мощная станция, которая способна отреагировать на малейшее отклонение состояния атмосферы от нормы. Ну вот на данный момент абсолютно всё в норме. Даже аммиака значение у нас в абсолютном нуле. Конечно, превышения бывают, но не так часто. Но всё-таки бывают. Например, в часы пик загрязняют городскую атмосферу автомобили, часами стоящие в пробках. А ещё на воздух влияют погодные условия. Показатели ухудшают безветренная погода и влажность. Могут вызвать тревогу обычные костры и промышленные отходы предприятий. Тогда специалисты переходят от наблюдения к действиям. Выявляют очаг загрязнения, передают информацию правоохранителям. Нарушителей ждёт штраф. А юные краснодарские экологи создают и раздают листовки, призывающие жителей кубанской столицы беречь природу. Не жечь костры, сажать деревья и соблюдать правила утилизации опасных отходов. Даже если это всего одна лампочка, чтобы окружающий мир с каждым днём становился чище. От экологии к чистоте языка. Организаторы международной образовательной акции «Тотальный диктант» призывают к грамотности. Напомню, 8 апреля в 800 городах мира все желающие смогут проверить, что сохранилось в памяти со школьных времён. В прошлом году среди отличников казалось четверо краснодарцев. Посмотрим, как будет в этот раз. И на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok